Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 2 и вы смотрите 44 серию. Добро пожаловать! У нас с вами раннее утро, 6-7, 7 часов утра. Детишки наши должны идти в школу через час, но мы туда не отправимся, потому что сегодня я хочу, чтобы мы сходили, как я вам и говорила в прошлой серии, чтобы мы сходили прогуляться куда-то. Что-то мне кажется, ребят, у меня подтормаживает игра. Господи, не дай бог, не дай бог, это из-за допов, которые у меня установлены, придется мне чего-то удалять. Так, уже пришел наш дворецкий. Давайте мы вызовем такси, чтобы за нами приехали и вместе с детишками нашими отправимся куда-то погулять. Так, Доночка нам уже помогает, собирает денюжки с денежного дерева, это правильно. Фрэнк там у нас игрался с Шизочкой, да, с Шизой он играл. Давайте мы не будем, или всех, давайте всех возьмем, почему будем мелочиться, возьмем с собой всех, и Шизу, и Фрэнка, и погуляем где-нибудь недалеко от дома, где-нибудь на детской площадке, чтобы и детишкам было весело, чтобы животные побегали. Ну и Франческа может с кем-то познакомиться, может быть, просто как-то отдохнет, так что будем ждать такси и поедем куда-нибудь. Так, Франческа, что там у тебя, нормально все? Так, Долина Желаний, замок Детский мир. О, кстати, неплохо. Давайте еще посмотрим, что тут имеется. Я помню, что был парк Зеленый уголок, парк на траве. Что-то вроде было связано с детством. Так, Торжок, не помню, вот Детский мир еще какой-то есть. Детский мир, мир игры, а мир игры это тайная секретная локация, которая доступна уже нашей Франческе. Давайте мы отправимся в Детский мир и посмотрим, что там происходит. Вот, как там наши детишки будут играть. Я надеюсь, что для детей там много чего хорошего найдется. Вот, ну и не только для детей, для котов тоже желательно, чтобы что-то было. Вот, ну я думаю, что если что, наши котики друг с дружкой пообщаются. И сейчас уже за нами приедет школьный автобус. Но нифига, в школу мы не поедем. Жди автобус, да, жди. Жди еще целый час и вообще чуть час. Мы долго будем гулять в детском мире, пока наши дети вернутся из детского мира, пока наши коты оттуда вернутся. Вот, и потом тогда они поедут уже в школу. Прогула не будет, потому что время в Sims 2 останавливается, когда мы куда-то уезжаем. И все, замирает и ждет, пока мы вернемся домой. Итак, мы прибыли в так называемый детский мир. Ой-ой-ой, что здесь происходит? Подождите, кто это? Грация! А, это вот та собачка, с которой дружил наш терминатор. Смотрите, она пытается несчастного Мишку уничтожить. О, Господи, за что она Мишку хочет обижать? Я не знаю, Ванда Тик-Тик какая-то здесь стоит. Я дала нашим детишкам уже задание, чтобы они пошли во дворик и поиграли здесь, а именно покатались на качелях. К сожалению, пока других детей здесь нет, но я надеюсь, что так как это детский мир, то сюда придут еще какие-то детишки и мы с ними познакомимся. Франческа ловит насекомое. Это бабочка. Когда она успела, я не знаю, но, видимо, успела уже что-то поймать, какое-то насекомое. Хотя задание такого я и не давала. Так, пусть наши детишки немножко покатаются. Интересно, мама может как-то помочь им, что ли, покачать их? Я даже не знаю, играть на площадке. О, смотрите, Франческа Фрэнка подталкивает. Круто! Так, Фрэнк, а ну-ка давай, почему играть на площадке? Я хочу, чтобы ты качался. Давай покачайся и Донна тоже качайтесь подольше, а мама с вами поиграет, да. Наконец-то у них выдалась минутка, часок, даже несколько часов, чтобы выйти где-то прогуляться, потому что после смерти Веларума как-то в нашей семье не до веселья и нужно иногда куда-то выходить. Тем более дети наши подросли и хотят играть, хотят развлекаться, толкнуть. Давайте пусть Фрэнк поподталкивает Донну и пусть они вместе поиграют. В общем, надо Франческе больше времени уделять своим детям. Я понимаю, что она думает о карьере, у нее работа, это мечта ее жизни стать суперагентом, но у нее двое детишек, которым нужен присмотр и которым нужно, конечно же, мамино общение. О, сделать фото? Это что? Подождите, у нас фотоаппарат есть. А давайте фото сделаем. Интересно, как это будет выглядеть. Ой, подождите, я паузу нажму, стоять. Ай, это будет выглядеть не очень хорошо, так как мне это все дело раскрепить почему-то. А, вот клавишами. По-моему, мы делали фото, да, ребята? Или я уже забыла? Так, давайте запечатлим наших детишек играющими с подушками, дерущимися. Так, я могу убрать... Во, стены я убрала, чтобы было лучше видно. Сейчас сделаем какой-нибудь кадрик. Интересно, его потом... Боже, я как пьяная вожу камерой туда-сюда. Я надеюсь, что потом это дело можно будет все повесить где-нибудь, и мы сможем это повесить у нас на стене. Классно! Давайте еще какую-нибудь сделаем фотографию. Давайте, может быть... Жалко... А, они могут в позу встать. Подождите, а дети умеют делать фотографии? Донна, ты можешь сделать фотку? По-моему, дети не умеют. Похоже, что этот снимок не получился. Ты что, офигела? Я так старалась, а он у нее не получился. Это... Ребята, игра подтормаживает. Короче, я между сериями допу поудаляю. Некоторые... Ой-ой-ой, кто это прилетел тут на метле? Это у нас ведьма. Это ведьма прилетела. Зеленая, злая ведьма. Давайте мы... Я хочу, чтобы Донна познакомилась с ведьмой Раймон. Или как это там звать-то? Раймон. Я, наверное, ребят, не буду делать Франческу ведьмой. А, возможно, сделаю в будущем Донну у нас ведьмой. Только доброй. Но в любом случае мы можем стать доброй ведьмой, даже познакомившись со злой. Там просто нужно будет потом выбрать, типа, путь, что ли, типа того. Короче, пусть у Донны на всякий случай в знакомых будет ведьма. Давайте пусть она с ней поговорит. И потом кружится. И потом в будущем, возможно, наша Донна начнет колдовать. Но мы посмотрим. Потому что пока она еще совсем маленькая. Но в любом случае будем считать, что эта встреча как-то на нее повлияла. Давайте поиграем. Давайте еще кружиться. Я не знаю, что это за действие. Да, повлияла она встречу с Донной. Это ведьмочка. И, в общем, ничего навстречу. Короче, она повлияла на нее. И Донна как-то начала задумываться. Начала задумываться о колдовстве. И о том, что можно что-нибудь наколдовать. Так что, возможно, ребят, я 100% не говорю. Но, может быть, когда она вырастет, мы попробуем. Потому что мне очень интересно поиграть с ведьмами. Мальчика-ведьму, я не знаю, можно делать или нет. Ну и Фрэнк у нас какой-то он слишком серьезный, чтобы колдовать. Если что. Так, что вы тут делаете? Они болтают. Я хочу посмотреть, как она будет ее кружить. И вообще, что это за действие кружится. Будете кружиться или не будете? Изаура. Рабыня Изаура. Давай, покружи нашего детеныша. Покружи Донну. Не хочет кружить. Ах ты наглая какая. Давай мы ее сейчас... Сейчас мы какой-нибудь жест сделаем. А, подождите, она колдует. Так, чмок дурачить. Давайте ее надурачим. Смотрите. Ой, ребята, она сейчас ее превратит в кого-то. А, нет, слава богу, не превратила. Но она наколдовала дождь. Дождь с грозой. Ладно, ну тебе нафиг, ведьма. Ты какая-то странная. И давайте мы ее будем гнать в три шеи. Будем шипеть и будем ее набрашиваться, набросимся на нее, потому что что-то она нашего ребенка тут обидела. Так, все, Доночка, уходи. Иди играй со своим братом. Пусть они играют тогда вот с кубиками и рисуют. Потому что во дворе уже идет дождь и нефиг нам туда выходить. Так, стены нужно поднять. Франческа, давай-ка ты накормишь всю свою семью и чего-нибудь вкусненького нам тут приготовишь. Она уже приготовила. Давайте подадим все, что у нас есть и посмотрим, как гонят в три шеи наши котики эту ведьму. Иди отсюда, ты злая. Если бы ты была добрая, мы бы тебя не прогоняли. А так, ступай. Ты хотела нашу, понимаете ли, Доночку в жабу превратить. Мы сейчас тебя вообще так зажабим, что забудешь вообще заклинания все на свете. Так, девочка идет какая-то, Ребекка, да? Или Ревека, Ребекка. Но, я не знаю, я бы хотела познакомиться все-таки с Джиной, с дочкой Гертруды. Но, к сожалению, она сюда пока не пришла. Если придет, то мы с ней обязательно познакомимся. Так, наши дети уже играют здесь. Давайте посмотрим, есть ли у Донны в знакомых ведьмочка. Я надеюсь, что есть. Да, у нее есть ведьма. И, кстати, мы 25 отношений с ней подняли. Короче говоря, возможно, когда Донна подрастет, мы направим ее на путь колдовства. И будет она у нас немножечко колдовать. Жалко, что на этих досках нельзя рисовать. Так, Фрэнк, ты уже все нарисовал. Давайте посмотрим, что тут можно еще поделать в этом детском мире. О, тут надо было телевизор ставить, чтобы дети мультики смотрели и сидели на этих креслах. Как-то нелогично все. Так, здесь есть фортепиано. Можно поиграть. Вот, подала покушать наша Франческа какой-то молодой человек. Алексей, Алексей, наша Франческа. Ой, он страшный. Не, наша Франческа, она совсем не о Алексеях думает. Она думает совсем не о других симах. Она думает о своих детишках. Поэтому, давайте, пусть она с ними общается. Интересно, она может с ними поиграть, прибраться, уничтожить. Не надо нам ничего уничтожать. А давайте пусть она с детьми пообщается. Пусть Дону поцелует, обнимет. Потанцевать. Она может с Доной потанцевать. Но пусть они вместе потанцуют. Потому что детям нужна мама, нужно нам общение. Так как мама все время на работе, то вот хороший шанс нам пообщаться с детьми, это куда-нибудь выйти. Так что давай, Доночка, поднимайся, пусть мама с тобой пообщается. А Фрэнк, пусть еще немного... Донна разбрасывает кубики. Ах ты негодяйка-то какая. Мне хочется сделать из нее добрую ведьмочку. Но, глядя по ее характеру, ей бы, наверное, более злая ведьма подошла по характеру. Так, а Фрэнк не может делать фото, да? Я хотела сфотографировать детишек. Ой, смотрите, как она ее кружит. Прикольно. Боже, когда в Sims 4 будут тоддлеры. Ой, смотрите, она встала на ее ноги, и они вот так играют. Прикол. Так, что мы еще можем делать? А, это они так танцуют, они танцуют. Ну, давайте пообнимаемся и посмотрим вообще, как Франческа общается со своими детьми. Я думаю, что она найдет отраду в своих детях. И, конечно же, очень печальное событие смерть Веларума. Но она научится быть сильной. И благодаря своим детям все у нее будет хорошо. Она их воспитает, я думаю, хорошими детишками. Ну, вот Фрэнк точно вырастет хорошим, добрым мальчиком. Что получится из Доны, я не знаю. Вот, но что выросло из Терминатора, я вижу уже. Он гоняет даже без моей просьбы. Я его не прошу, чтобы он прогонял кого-то. А он сам знает же, говорит, что ты тут ходишь? Пошел вон отсюда. Давайте еще нашипим, еще набросимся. И попросим всем Шизу нам помочь. Потому что Шиза наш помощник. Шиза подружка Терминатора. И она всегда спешит на помощь. Шиза и Терминатор спешат на помощь. Вот, общается Франческа со своей дочерью. Давайте посмотрим, какие у них уже отношения. Ой, а у нее 100 и 100 с обоими детьми. И с Фрэнком, и с Доной. Это просто замечательно, что у них хорошие такие отношения. Подарить. Мы можем что-то подарить ей. А у нас что-то есть. Давайте что-нибудь подарим. Я думаю, что что-то имеется. Телефон мобильный или баночка с жуками. Зачем маленькому ребенку мобильный телефон? Давайте ей жука подарим. На, тебе, пожалуйста, запаковали, упаковали жучка. Получите, распишитесь. Да нафигеть. Говорит, мама, лучше бы ты мне мобилку подарила. Нафига мне эта фигня. Так, позвонить. О, а теперь заниматься йогой. Ой, ребята, давайте позанимаемся йогой. Я впервые вижу это действие. То есть, я уже давно не играла в Sims 2, поэтому для меня каждое действие это что-то новенькое. Так, это Анна, с которой мы типа пытались дружить, но у нас не получилось. И вот так, прям в детском мире, прям на игровой площадке, типа в игровой комнате, занимается йогой наша Франческа. Ни на кого не обращает внимания. Терминатор просто на это все дело смотрит и офигевает. Говорит, Франческа, ты что, с ума сошла? Говорит, я понимаю, что у тебя муж умер. Но, говорит, это не повод сходить с ума. И дети тоже смотрят и говорят, мама, ты вообще прекращай вот это делать. Давайте, правда, прекратим медитировать. Вот, давайте лучше мы помедитируем. Так, Фрэнк, давай-ка ты со своей сестричкой пообщаешься. Вот, тетя тут какая-то ходит. Не надо нам никак мучить. Оба наши за действие. Мучить. Не, пусть лучше мучить Донна. Давайте я отменю, потому что Фрэнк у нас мальчик хороший, он мучить никого не будет. А вот Донночка такая, что она может играть. Ладушки, кулачки, где действие мучить? Че оно пропало? Развлечь, рассказать анекдот, заставить играть. Короче, это действие уже нет, его рассказать. Ладно, давайте хлопнем по плечу, поцелуем. И поговорим, рассказать об увлечении, обсудить интересы. Пусть они общаются, а я пока попытаюсь найти действие мучить. Дурацкая шутка. Ну, давайте пусть пошутят. Кстати, Франческе можно с этой Анной немножко пообщаться, потому что нам нужны друзья. Да, друзья нам нужны. Ну, блин, почему это действие пропало? Поговорить. Обсудить интересы. Не то, заставить. Подраться. А, это подраться? Ой, ребят. Ну, ладно, давайте пусть Дона решила немножко помучить братика своего. Она у нас старшая. И она такая задеристая девочка. И она сейчас говорит, сейчас я тебя замучаю. А мама сейчас увидит. И потом ее наругает. Если, конечно, сильно будет мучить. А если не сильно, то ругать не будем. Так, Франческа, лучше пообщайся с девушкой и подними с ней отношения, чтобы тебе по работе было лучше продвигаться. Да, идите, поиграйте в мячик. И вообще не мешайтесь тут. Так, ну что, Дона, будешь мучить или нет? А, по-моему, Франк уже убегает. Он не хочет, чтобы его мучили. А Дона говорит, все равно сейчас у меня получишь. Получай. Что-то не нравится Фрэнку. Говорит, отстань от меня. Задира такая. И убегает, да. Они сейчас будут друг от дружки убегать. Блин, жалко, что другие дети не пришли. Ой, он что-то говорит, смотри, что у меня тут есть. И, короче, он тоже так постебаться умеет, в общем, Фрэнк. Не только Донночка у нас задира, но Фрэнк тоже еще прикурить может дать. Мама вообще не обращает внимания, что дети дерутся. И вообще, дети, прекращайте. Давайте поцелуйтесь, вы и помиритесь. Да, пусть они поцелуются, помирятся. И больше, да, говорит, все, чмок. Говорит, замучу тебя в следующий раз, когда мама видеть не будет. Развлечь. Давайте рассказать анекдот и во что-нибудь поиграем. Подраться подушками, рисоваться. Колесо, стойка на голове. Ну, пусть попробует Донна постоит на голове, как это у нее получится. Так, у нас уже 5 часов. Блин, уже все завонялось. Все, что Франческа приготовила, все уже вонючее. Наши дети, кстати, еще не сильно спать-то хотят. Давайте мы... Блин, жалко, что тут нет никакого персонала. Кто-то бы что-то убрал бы. Было бы вообще, честно говоря, неплохо. Шизочка тут уже сейчас будет под кустами где-то в туалет ходить. Так, ребят, жалко, что дети сюда не пришли. Я думала, что хоть какие-то детишки здесь будут в этом детском мире. Но здесь мы сами и больше никто сюда идти не хочет. Какой-то идет мужик. Он старый, он нам не нужен. Ой, что такое? Подождите, что с ней случилось? Она... Дон, а что ты делаешь? Я не пойму. Что это? Жуки! Это ведьма наколдовала раздавить. Давайте мы задавим тараканов. Ведьма, они могут, ведьмы, грозу и плохую погоду делать. Как мы видели, что ведьма дождь устроила и грозу. А также они могут тараканов призывать. И, в общем, ведьма только что это сделала. Поэтому давайте их уничтожим. Вот, а в это время Франческа пойдет вызовет такси и мы отправимся домой. Что такое? Ты спать хочешь? Что-то рановато. Бодрость упала у Фрэнка. Непонятно от чего. Хотя у Дона тоже бодрости поубавилась. Я надеюсь, что в школе они не заснут. Шиза уже изголодалась. Говорит, буду пить из лужи, потому что вы меня не кормите. Да, домой уже нам пора возвращаться. Поэтому Франческа вызывает такси. И давайте, ребята, встретимся уже дома. Потому что у нас тут немножечко дурдом. Гнусный шарлатан. Блин, чувак, ты не вовремя. Ты не вовремя, потому что мы уезжаем домой. Это мужик, который деньги крадет. Я бы хотела с ним пообщаться. Мы, когда были в походе, когда были в отпуске, у нас не получилось, чтобы он нас чего-то украл. Не хотел он красть. У нас ничего испугался Франчески. А сейчас, может быть, украдет. Так, выслушать приветствие. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что такси без нас не уедет и подождет немножко. Смотрите, шарлатан что-то нашей. Франческе рассказывает. Я знаю, что потом можно с ним подраться. Он сейчас будет ее обманывать и деньги у него попытается забрать. Смотрите, у нас 1027 миллионов. Не, не хочет. Да, он решил не связываться с нашей Франческой. Тем более, зная наших котов. Ой, они могут его преследовать. Блин, ну мы уезжаем. Ладно, гнусный шарлатан. Мы еще тебя будем преследовать в будущем. Еще наши коты с тобой разберутся. Ты у нас, правда, ничего не крал, но на будущее, типа, наперед авансом мы тебя попреследуем. Ну и все, давайте, ребят, дома уже увидимся. Так, мы прибыли домой. И где же, где же, боже мой, нам пришли счета. Где же полицейская, то есть не полицейская, а школьный автобус? Что-то я не пойму. Наших детей нужно в школу отправить. Давайте мы Фрэнка отправим и отправим Донну. Давайте, дети, я не знаю, как вы пойдете. Они пешком пойдут. Ну ладно, идите пешком. Короче, автобус вас не дождался, извините. Нефиг было там так долго играть. В общем, идут они в школу пешком. Я надеюсь, что школа недалеко и все нормально, доберутся. Счета нам пришли. Давай, Франческа, показывай, сколько там семиллиончиков-то платить нам надо. Я не знаю, 110. Нормально, вменяемая вполне сумма. Франческе на работу через, сколько там, 2 часа. Да, 2 часа нам осталось до работы, поэтому мы вполне можем искупаться. Да, уже придет машина через час. Дворецкий. Ой, терминатор тут какает. Слушай, дворецкий, ты обнаглел. Дома грязи, стока. Давай убирай, шевелись. Какой-то ты очень медленный, извините. Так, Шизочка спать пошла. Это правильно. Кстати, она покушала. Мы ей еды-то насыпали. Она даже не покушала, пошла спать голодная. А вот терминатора надо покормить. Пусть терминатор кушает. А Франческа, иди купайся. Ага, покупаешься. А тут дворецкий оккупировал все. Давайте мы тогда пойдем, пособираем симолеончики. Польем наши денежные деревца. Чтобы плодоносили побольше и почаще. И до повышения, конечно же, нам еще очень... Ну ты наглый. Виталий бросил все это. Иди давай собирай, я тебя уволю. Ты что творишь-то, а? Наглый-то какой. Иди собирай это все дело. Мы тебе зачем наняли? Столько денег тебе платим. Я вообще не знаю, сколько мы ему платим. Как-то не обращала внимания. Но я думаю, что немало. А работы он выполняет как-то халявно. Наверное, надо его отругать. Или... Или может денег дать? Давайте мы ему чаевые сейчас дадим. Потому что что-то, мне кажется, он плохо стал работать. Мы сейчас 40 семиллиончиков собрали с денежного дерева. Давайте искупаемся. А потом дадим на чай нашему дворецкому. Куда ты пошел? Так, ухаживать? Не, с дворецким мы мутить не будем. Давайте мы дадим ему 25 семиллионов. А потом уже отправимся на работу. Вот, чтобы он как-то чувствовал себя получше. И надеюсь, что Франческа успеет. Ты успеешь искупаться? Все, вылезай, хватит. Немножко обмылась, не вонючая, не пахучая. Иди на работу. Мы работаем теперь каждый день, кроме субботы и воскресенья. И вот в 18 часов приходит наша Франческа с работы. Вы мне писали, что няню можно не вызывать. Я просто не знаю, ребята, вдруг детей заберут. Слушай, мужик, мы на работу за тебя опаздываем. Пошел вон, короче. Не дадим мыть и на чай. Он сам ушел мыть в ванну. Ну, правильно, в ванну мой, чтобы было все чисто. И вообще, если бы ты еще покушать чаще готовил, было бы вообще просто... Цены бы тебе не было, мужик, слышишь? Тебе цены не было, если бы ты еще и кушать готовил. Что тебе не нравится? Ванна наша не нравится? Ну да, ванну можно бы и получше, конечно, иметь. Но пока, увы и ах, денег у нас на хорошую ванну не хватает. На супер хорошую. В принципе, эта ванна не такая уже и плохая. Так, Шизочка проснулась и кушает. Давайте мы попросить приласкать. Ну, пусть тогда пообщается она с Дворецким. Жалко, что нет действия на шипеть. А то бы мы навели тут порядок. Наши коты бы рассказали, как нужно за домом ухаживать. Мы счета, ребята, оплатили или нет? Я что-то не поняла. Да, вроде оплатили. Так, Шизочка, давай пусть с тобой Дворецкий пообщается немножко, чтобы знал, что за котами уход нужен. Чего вы дверь закрыли? Как вроде что-то такое там будут делать, что мне подсматривать нельзя. Обнимает и говорит, мой котик хороший, я тебя с собой заберу. Фигушки, заберешь ты нашего кота, не заберешь ты. Ой, блин, не заберет. Никто у нас, котика нашего не заберет. Так, 24 еще дня до старости, а терминатору 12. Но мы будем еще пить терминатору зелье омоложения. Так что все будет нормально. Еду омоложение, потому что у котов тарелочка с чудным каким-то зельем, которое омолаживает котов. И собак, по-моему, тоже. Что хотела я сказать, уже забыла. А, насчет котиков. Вот, я, конечно же, буду заводить котят, потому что вы же мне покоя не дадите. Постоянно просите. Но я вам еще раз говорю, что пока они еще не готовы к котятам. Они пока дружат, дружат. Еще, так сказать, любовь не крепкая. У них, да, вот пока наша шизочка и с дворецким общается. Ой, как она его лапой по морде. В общем, да, котята будут, но еще не совсем скоро. Может быть, серии через пять. Так, что-то созрело, денежки созрели. И я хотела сказать, что я вот хочу, например, двоих котят. Вот, да. Хотела сказать, что я хочу двоих котят, потому что одного котенка я хочу оставить себе. А второго я бы с радостью отдала. О, терминатор сразу проснулся. Жалко, что они вдвоем не могут играть. Он может наблюдать. Пусть наблюдает. Я бы хотела двух котят. Я вообще не знаю и не помню, сколько в Sims 2 может рождаться. Но я думаю, что два, наверное, запросто. Потому что в жизни как-то у котов-то много рождаются. Два, три котенка, четыре. Это запросто. Я бы хотела двоих, потому что хочу одного нам оставить, а другого я бы отдала Гертруде и Гарри. Ну, чтобы им тоже было весело. А если будет три котенка, я даже не знаю. Одного себе оставим, одного Гарри, а другого тогда Христофору отдадим. Ну, я просто не знаю, куда второго девать. Это ты так наблюдаешь, он спать. Нет, наблюдаю, как Шизычка играет. В общем, ну, а если родится четыре, если, конечно, такое возможно, я вообще не знаю, нафиг всех раздадим. Потому что я хочу оставить одного котенка. Просто семья будет увеличиваться, и зачем нам много котят? Ну, двоих, как бы, конечно, хорошо, но я бы не хотела прям двоих оставлять. Наверное, одного все-таки оставим. Но это все на будущее, потому что еще очень нескоро они заведут котенка. Ну, как, не скоро, а серии пять еще. Вот перед, наверное, подростковым возрастом наших детей, когда они соберутся становиться подростками, тогда мы и начнем размножаться. Кстати, вот я еще не узнавала. Пишите в комментариях. Я просто ту серию, где вас спрашивала, еще не читала, как размножаться, как размножаться нашим кошечкам. Потому что пока такого действия у них друг к другу нет. Нет у них любви. У них 99 отношений, все отлично. Они друг друга любят. Так что вполне возможно, что котят уже можно нам делать. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok